Всем здравствуйте! Сегодня 15 сентября, время час дня. Мы подождали обеденного времени и продолжаем водные процедуры. Погодка замечательная. Приехали вот на речку. Сейчас вам все расскажем и покажем, как чувствует себя речка, какая водичка, как ощущения будут, сможем ли мы вообще искупаться, потому что среди местных уже купательный сезон закрыт. А мы опять с термометром. Все же говорят, что купательный сезон закончился. Мы вот на речке решили измерить сегодня температуру. 26. 26 температура. Солнце, конечно, жарит. Но ветерочек, да, какой-то немножечко совсем. Ну, вроде ничего. Стою вроде, к воде привыкаешь. Вчера на Едобровном было 22, но мы были утром. Было еще прохладненько на улице. Сейчас у нас на улице 26 градусов. Водичка 26. Даже она поднимается уже почти 21. 29. Так что мы сейчас подумаем, занырнуть, не занырнуть. Леха-то у нас уже заныривает. Две недели назад мы купались, вот здесь была вода. Да. Все начинать? Угу. Не снимаю. Вот, посмотрите, помните, да, две недели назад здесь была вода. Вот прошло две недели, дождей-то у нас так и не было. И вот как все сузилось. Порог вообще открылся, просто узенький стал. Можно до него спокойно дойти. Ой, такая красота погоды, не представляете, просто липота. О, теперь здесь можно устраивать гидромассаж. Совсем сузилось, совсем, да? До сюда никогда было не дойти. И теперь вот, пожалуйста, прямо отсюда ложись и плыви. Вот, посмотрите, как видно, все дно реки можно рассмотреть. Какая она. А здесь обычно такая ширина, такая глубина. А сейчас, посмотрите, да, и вот там порог как стал виден вообще просто. Стали видны именно ступеньки. Оно все под водой, бурлит. А сейчас прямо вот порогами все открыто. Не надо ездить ни на какие водопады. Прям здесь мини-водопады, да? Вот мы дошли до второго порога. Вообще, посмотрите, какая здесь красота. Какое дно, какая ямка. Вообще, как красиво. И сейчас, главное, совершенно не страшно. Здесь тоже можно спокойно купаться. Вон, какая мальки большая даже рыба, да? Здесь сейчас совершенно не страшно, потому что течение воды там меньше. В течении нет таких завихрений, заворотов. Можно спокойно вот взять, зайти и плыть. Красота, какая чистота, да? Вот наша замечательница, ребята. Да, там сильно несет. Ого. Да. Саша решил испытать все повороты. Все, теперь тебе только плыть туда. Тебе уже не ждать. Все, теперь только дотуда поплыешь, где купаемся. Саша испытал все повороты нашей ручки. Теперь просто лежи и тебя туда вынесет. Молодец. Да. Вот Саша у нас купается уже просто вообще, не может вылезти. Наверное, уже полчаса купается. Саша, как у тебя впечатление? Очень хорошо, вода очень теплая. И чистая, да? Чистенькая. Круче, чем реки в Карелии? Конечно. Да, чем именно? Тепленькая водичка, чистенькая. Чистенькая, да? Вот у нас в Карелии она все равно какая-то желтая, да? А здесь... Чистейшая. Чистейшая. Чистенькая. Горная. Ой, хорошо. Очень хорошая. Загадай. И мы купательный сезон еще не закрыли, да? Да. Местные уже все говорят, не купаются в речке. А нам кажется, что температура не меняется. Просто на улице становится прохладнее, ночью прохладнее. А... Вода очень теплая. Вода, 21 градус замечательная для горной речки. И вода очень замечательная. Все мы накупались, нанырялись. Дети так же долго не вылезают из воды. Вот мы теперь такие принимаем на речке грязевые ванны. Из нашей голодой глины. Здесь такая ямка вырукнута, но здесь все всегда в ней лежат. Вот это, представляете, полностью мы лежим. Лена, а как ощущения? Я пока не понимаю. Ощущение глины такой жидкой-жидкой. И тепленькая. И тепленькая. Лежишь как-то как-то кашка. Да. Но она сейчас не такая вот теплая, как, ну, когда летом ездишь. Не, ну прикольно. Такое тело классное сразу вообще. Она сейчас не такая горячая. А так вот летом мы с Катей лежим, так она вот прям вот вообще горячая-горячая. Сейчас она такая тепленькая. Это реально очень полезно. Зато деваться не надо, сейчас придется. Вот у нас дети принимают ванны из голодой глины. Сейчас мы тоже ляжем. Вот так мы тут дурачимся. Потом в речку отмываться. На. Круто? Да. Горячая, да? Да. А вон там вот уже дальше холодно. Ну вот водичка просто замечательная. А после того, как обмазался глиной, заходишь, вообще не чувствуешь, что она там прохладненькая. Вообще я бы не сказала, что она холодная. То есть она, наверное, всегда... Мы первый раз взяли термометр на речку. Я думаю, что она всегда 21 градус. Просто, что когда на улице жарче, ты особо не ощущаешь. А так замечательно вообще выходить уже совершенно неохота. Да, Лена? Что? Выходить неохота, да? Очень-очень замечательно. Ну вот, все, поехали мы домой. Накупались. Вообще очень замечательная речка. Очень замечательная погода. Северяне наши довольны, счастливы. Пробовали мы на речке, наверное, где-то больше двух часов. Вот видите, все-таки у нас осень, да? Некоторые деревья уже стоят пустые. Без листиков, голые. Но погода совершенно летняя, совершенно замечательная. Ну, все, всем пока. До новых встреч. Надеюсь, что мы еще успеем съездить и в новые поляны на речку. Спасибо.